приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой сегодня я вам хочу показать и рассказать как связать вот такой вот очень интересный и красивый узор сотый то есть вот таким вот образом выглядит данный узор с лицевой стороны вот таким вот образом выглядит с изнаночной стороны узор сам по себе такой очень объемный красивый интересный не сложно вяжется от себя что хочу сказать что на данный узор уходит очень много пряжи то есть за счет того что он идет как бы здесь как двойной если вы видите в нем очень много идет накидов то есть пряжи на него уходит очень и очень много но тем не менее это достаточно интересно распространенный узор для вязания кардиганов теплых таких вот уютных красивых то есть узор достаточно распространенный то есть вот так вот еще что я хотела бы от себя сказать что не рекомендую очень сильно отпаривать данный узор то есть если вам нужно провести термическую обработку то есть вы лучше или намочить или даже если вы будете отпаривать чуть-чуть совсем совсем слегонца с изнаночной стороны то есть потому что если вы его сильно при парите то он потеряет свою вот эту вот индивидуальности и красоту так сказать и так для работы я набрала количество петель кратное 2 плюс 2 кромочные петли то есть у меня сейчас на данный момент 24 петли на спицах начинается узор с изнаночной стороны то есть вот у меня изнаночная сторона мы начинаем вязать первый ряд узора то есть каким образом я это буду делать снимаю кромочную петлю вот так вот далее провязываем лицевую следующую петлю провязываем с накидом вот таким вот образом лицевая провязываем с накидом лицевая с накидом то есть это вы как бы начинаете первый ряд вообще вязать узор почему многие возможно спросят почему я не говорю что здесь мы провязываем петлю с накидом потому что это у вас начинается как бы первый ряд узора то есть это вы вяжете лицевая и одну петлю снимаете с накидом лицевая петлю снимаете с накидом таким образом вы провязываете до конца ряда лицевая петля с накидом лицевая петля с накидом так вот мы провязываем до конца ряда довязали кромочная изнаночная вяжем следующий ряд сняли кромочную далее мы провязываем 1 лицевая накид который у нас был связан предыдущем ряде мы снимаем просто далее 2 лицевые накид снимаем далее 2 лицевые накид снимает и не таким образом мы с вами довязываем до конца ряда 2 лицевые накид снимаем этот который мы делали накид снимаем вот мы с вами практически довязали до конца ряда лицевая и кромочная изнаночная то есть вот мы провязали ряд далее соответственно мы вяжем следующий ряд снимаем кромочную здесь соответственно там где у нас вот петля идет без накида мы здесь делаем теперь накид и петлю эту снимаем а следующее там где у нас 5 петля идет с накидом мы провязываем лицевую вот так вот вместе с накидом провязываем опять следующую сняли вместе с накидом следующую с накидом провязали вот так вот вместе лицевой и таким образом мы с вами провязываем до конца ряда то есть лицевая снимаем петлю с накидом опять же снимаем петлю с накидом и таким вот образом мы с вами провязываем до конца ряда вот мы с вами провязали кромочная изнаночная вот у нас и вяжем следующий ряд кромочную сняли 2 лицевые накид снимаем просто вот так вот 2 лицевые накид сняли 2 лицевые накид сняли так мы с вами провязываем до конца ряда итак мы с вами вот довязали до конца ряда то есть мы с вами сейчас на данный момент провязали один раппорт узора то есть рапорт состоит из четырех рядов как вы поняли далее мы начинаем соответственно вязать с первого ряда как я вам показывала то есть это вы будете снимать кромочную петлю лицевая следующее идет с накидом петля то есть принципе по рисунку тут все понятно там где у нас идет петля с накидом значит мы ее провязываем следующие соответственно здесь мы делаем накид то есть вот таким вот образом мы продолжаем вязать дальше как вы увидели узор несложный но смотрится очень красиво интересно шапочки кардиганы то есть принципе очень много разных изделий можно связать вот именно с таким узором но опять же не забываем про расход пряжи то есть если вы планируете вязать изделие именно с узором соты то есть вы должны брать пряжу намного больше чем есть повязали каким-либо другим узором и так когда кому понравилось видео ставим лайк подписываемся на мой канал чтобы не пропускать дальнейшем интересную полезную информацию до новых встреч